так значит есть всякие красивые способы решения этого как как такую задачу решать будете давайте чиселки дам значит какие хотите взять сопротивление r1 1 давайте 10 возьмем скачить побольше будет так r1 10 r2 20 и r3 30 30 он так значит так чтобы 0 они путать так значит что нам еще надо и ds надо знать до ds 1 5 вольт и ds 2 пускай будет 10 вольт и ds 3 пускай будет 15 вольт то есть мы как будто бы к некому частному случае перешли так ну что-то перепишем тогда уравнение первое уравнение нас эти без изменения останется так что мне сделать воспользоваться преимущественной доски что ли да не давайте я вот здесь отдельно еще напишу его вот так вот и 1 плюс и 2 минус и 3 равняется 0 значит здесь 10 1 минус 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 5 так здесь у нас получился 220 плюс 30 и здесь второе плюс третье 25 так вроде правильно так ну вы наружу подумаешь раз я так вот похитрого написал наверное неспроста да ну в принципе да значит ну как будто бы вот здесь можно было бы 3 дописать но он на 0 умножен то есть тут есть третий ток умноженный на 0 а здесь есть первый ток умноженный на 0 представьте кому как будто дополнишь у нас получилось привели к такому виду как систему линейных уравнений решает чтобы она была в таком неком полном виде что там есть вот коэффициент здесь коэффициент единичка плюс 1 здесь минус 1 получается коэффициент здесь коэффициент 00 коэффициент такая запись что позволяет делать вот не знаю есть смысл рассказать такое небольшое сделать отступление там про матричные методы решения метод гаусса можно такое ну давайте здесь можно до жордана гаусс да этот целый интересные наборы методов есть можно начать просто светодак рамара например самый простой дорода определитель пойдет давайте мы с простого метода на чем в общем суть суть в чем а я немножко некую мотивацию объясню зачем нужны матричные методы потому что смыть если мы в обовую будем решать нам надо будет решать систему выражать но обычно как делать система какой-нибудь одна величина выражается из первого не подставляется во второе потом из 2 выражается в третье а потом надо обратно обратно вот так вот распутать короче то есть метод хорошо работать для двух уравнений для трех уравнений тоже будет так вязка со скрипом но решить можно короче да вот а если представьте цепь достаточно разветвленный у нас там 10 контуров там этих очень много и уравнений какой там 10 на 10 получилось в обау решать уже как бы не очень красиво вы просто запутаетесь самом решении поэтому естественно вот математики решая подобного плана задачи с большим систему из большого числа уравнений придумали всякие изящные методы они как раз вот понятию матрицы собственные подошли именно из практической необходимости дальше эти матричные методы они они как бы легко алгоритмизуем и а раз они легко алгоритмизуем это можно писать программу и заставить компьютер решать как бы не себя заставить а компьютер вот и более того можно даже не изобретать велосипед а всякие матричные методы уже в каких-нибудь библиотеках обычно реализованы и там зависимости от того на каком языке вы работаете какую библиотеку в общем можно подключить просто загрузили матрицу коэффициентов и получили решение вот или всякие там численные пакеты есть там всякие математики маткады мэпу и так далее вот так значит да давайте мы тогда попробуем познакомиться с методом методом крамора что он он в чем заключается мы составим смотрите возьмем отсюда вот такую матрицу коэффициентов смотрите у нас три на три получается я его так вот напишу 11 минус 1 здесь коэффициент 10 здесь коэффициент минус 20 здесь коэффициенте к 0 здесь коэффициенте к 0 здесь коэффициент 20 так тут главное чтобы проверить правильно мы записали систему мне кажется вроде правильно да значит здесь 30 значит ну и мы вот так вот обозначим таким вот образом не на вообще матрица на самом деле вот так обозначается то есть вот 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 так вот делается такая круглая скобочка ну не даваясь подробности то есть матрица такая решетка из чисел данном случае она квадратная получилось 3 на 3 вот и также как например у уравнение есть какие-нибудь особенности как в свое время там вьет например изучая свойства квадратного уравнения выяснил что там есть например есть из коэффициентов уравнения можно собрать некую комбинацию которую назвали дискриминатом который позволяет корни искать короче вот тоже самое как бы в свое время этом 18 веке развлекались с матрицами выяснили что ну как мы здесь число abcdef там или как не там а 1 2 или 3 3 вот из них можно собрать не некую характерную величину которая позволяет потом не их 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 обычно вот так обозначает знаете как пишут так 11 12 13 здесь соответственно 21 22 23 31 так будет проще то есть буковка будет одна будем с индексом миграции тогда и с точки зрения алгоритмизации это будет лучше почему потому что получается мы матрицу матрица двухмерный массив получается да это индекс этого то есть условно говоря там а скобочках там там это и житая например это и житая вот задали да да началась нас интересует определитель значит для определителя его обозначают либо буковкой дельта либо саму эту матрицу берут вот так вот вертикальные скобочки давайте здесь определительно так треугольничка вам обозначим дельта значит ну просто по определению скажем как определяется определитель как находится определитель так смотрите здесь есть элементы находящиеся на главной диагонали так определить только для квадратной матрицы считается если матрица прямоугольная там определитель не имеет смысла вот тут фишка на как бы на транспланирование на симметрии матрицы построена в общем есть главная диагональ а если была прямоугольная здесь диагонали бы не было и так значит берется произведение чисел на главной диагонали 1 умножить на минус 20 умножить на 30 теперь берется треугольничек такое из элементов у которого сторона одна из сторон параллельной главное диагональ вот так витья треугольник янур erstmal вот ее берем со знаком плюс 10 умножить на 20 умножить на минус 1 вот значит и берем теперь второй треугольничек у по вот так вот такая звездаоде до получилась два треугольника пересеклись у второго тоже получается вот сторона параллельно главной диагонали здесь удобно видите матрица такая немножко разреженная получилась поэтому 1 на 0 на 0 вот теперь но я давайте другим цветом выделю чтобы не запутаться так понятно взяли так главную диагональ и плюс элементы которые составляют такой треугольники у которых стороны параллельно вот теперь возьмем вот так вот побочная диагональ приспомогательный диагональ как так называется значит ее надо взять со знака минус то есть это все было бралось со знаком плюс а здесь знак минус идет а дальше элементы ну тут вот 0 надо умножить на минус 20 надо умножить на минус 1 ну все она вылетела на я просто написал что вот вот взяли эту вещь теперь возьмем вот такой вот треугольничек он кстати тоже 0 будет но и со 100 со знака минус 0 умножить на 20 умножить на 1 и остался еще вот такой треугольничек то поэтому другим цветом делал треугольничек вот такой вот он тоже со знака минус 1 на 10 и на 30 но они 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 вот как бы у них основание параллельный диагоналям получается будет вот так вот 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 так вот треугольник взяли да ой слушайте я сейчас даже не буду объяснять почему потому что надо как бы в теорию матриц лезть как бы это просто считаю что-то алгоритм такой просто алгоритм вот да потому что на самом-то деле просто именно такая комбинация она потом приводит к решению и вот там все время по моему крамеру крамер как раз кстати был одним из первых кто этим занимался помогал с этим занимался вот просто определитель он имеет некий смысл математический потому что мы потом матриц матрица она как бы она не она не просто не сама по себе мы не просто произвольно какую-то решетку чисел нарисовать коэффициенты системы уравнений а мы хотим систему решить и как раз что вот такая вот комбинация на к этому решению нас приводит вот так не не все вот мы их записали все все мы мы записали надо посчитать просто а да я понял понял да давайте сразу уберем где нули короче так 0 вот это вот у нас вылетела так вот это вот у нас вылетела 0 и вот здрасте и вот это у нас вылетел здесь тоже 0 получился осталось три слагаемых ну замечательно так 3 слагаемых значит что здесь будет минус 600 минус 200 и здесь минус 300 правильно так 500 600 минус 1100 вроде бы так хорошо ну просто чтобы мы не потеряли знаки там значит теперь смотрите что мы делаем значит давайте мы все все там до конца решать не будем мы сейчас просто попробуют один из токов найти значит здесь чуть делается смотрите вот первый ток ведь вот у нас в первом уравнении он вот здесь это место занимает с коэффициентом единичка здесь у нас первый ток в этом уравнении умножены на 10 а здесь он как бы есть но он на 0 умножена вот что мы сделаем мы сейчас составим матрицу который берется вот из этой матрицы только первый ток это был первый столбец мы первый столбец заменим столбцами ds вот это переместим вот сюда так давайте я вот здесь напишу она у меня вместится 0 минус 525 а это переписываем 1 минус 20 20 минус 1 0 30 так ведь мы как бы замену сделали значит и напишем что это дельта дельта 1 например так вот этот знак не сюда вот здесь минус да 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 так я не буду дальше расписать для второго понятно что мы получается в этой матрице второй столбик заменим столбцом ds а для нахождения 3 3 столбик заменим ну давайте мы сейчас просто посчитаем чтобы найти первый ток просто чтобы довести да 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 то есть то ток первый находится как дельта 1 разделить на дельта вот так он находится но соответственно и 2 там будет дельта 2 разделить на дельта и и 3 равняется дельта 3 разделить на дельта так подсказывать что он делать вот у нас есть матрица первым делом берем главную диагональ супер у нас здесь 0 кстати замечательно дальше до 5 на 20 100 плюс 100 со знаком плюс получилось так следующее до 0 все супер так теперь теперь над побочную диагональ взять да то есть вот 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 такую диагональ возьмем до до 500 50 минус минус со знаком плюс получилось плюс 500 так теперь да 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 минус 500 вот я я специально даже цветом взял другим чтобы не спутаться минус так минус на минус задавали плюс а так как это побочная гирали еще раз минус так теперь что берем да то есть вот такой треугольничек чтобы у нее основание параллельно здесь было так минус 5 на 30 это 150 минус 150 минус плюс да так так ну и вот теперь мы можем например вот по этой формуле 1 найти то есть и и один получается вот этот вот минус 250 разделить на минус 1100 так но если бы здесь 1000 было бабу 1 4 здесь по час чуть меньше 1 4 там можно калькулятор и посчитать сколько там будет 0 меньше 025 022 лично так 022 7 до 227 тогда ампера ампера значит это вот получилось сила тока вот здесь получается вот это первое сила тока так замечательно кстати говоря если вот если смысл в 2 ты надо будет посчитать на 2 надо будет посчитать а когда третий ток будем считать если смысл здесь матрицу считать просто вот этим уравнением используется все они уже связывают знаю два тока можно 3 найти то есть упростить здесь все короче жизнь так но это вот был просто некий способ то есть если он сложенный громоздок можно просто как бы более понятным способом выражать и подставлять выражать и подставлять но в каком плане что здесь получается при расчете там надо взять там запасом несколько знаков после запятой да то есть там обычно там три например знака после запятых делать то есть не округлять до одного знака на этом при расчете токов вот потому что у нас потом если вот этот запасной знак после запятой не взять там можно при что-нибудь не сложится то есть но вы знаете что можно например какой-нибудь ток или напряжение двумя способами там искать да то есть первое там прямо по закону мы нашли а второй так как c было разветвленного воспользую свойством последовательного или параллельного и вот там два способа могут дать немножко разные результатом с 1 почувствую там почему потому что мы слишком грубо округляли вот поэтому лучше взять немножко с запасом так да да для других вот как раз вам коллега сказал что есть метод галса да матрицу приводится к назовому треугольному виду значит чтобы вот здесь если она там прямоугольная какая получил чтобы здесь вот внизу нули были вот и когда вы такому виду привели у вас получается да получается лесенка в которые не нижняя короче смотрите давайте 1 раз уж вы это сказали ну давайте мы просто давайте мы ее просто запишем вот у которой вы захотели значит это получается смотрите у вас 11 так 111 минус 1 и вот это тоже напишем 0 вот здесь получается будет 10 минус 20 0 минус 5 значит вот здесь получается 0 значит 20 30 25 25 вот такая матрица получилось это все это вся наша система вот так матрица получилось 3 на 4 на не квадратная вот дальше что делать дальше здесь получается надо привести ее к такому виду чтобы вот тут и вот тут нолики были начата это делать как в общем да 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 то есть мы можем дом домножать и складывать эти строчки получается вот таким способом можно получается привести и когда вы вот так вот и и за нулите например вот вот здесь у вас получится как раз это третий ток а это и решение будет вот то что здесь то есть третий ток к коэффициент перед третьим током да то есть коэффициент умножить на и 3 равняется этому число это по сути решение а потом дальше его можно туда подставить и вот так вот по этой лестнички наверх вылезти то есть по сути метод гаусс это такая некая формализация вот того способа когда мы просто в ручками выражаем и подставляем выражаем и подставляем вот она так наверное на этом тогда закончим значит следующий раз мы посмотрим как как эту же схему можно по-другому сделать методом наложения вот ну еще всякие задачи порешаем